Всем привет! Сегодня мы ответим на самый популярный и часто задаваемый вопрос. Узнаем наконец-таки правду, в чем отличие зеленого корня в зеленой боковочке или жив коричневый. Итак, углубившись в тему, изучив состав, получив специальный ответ, мы обнаружим, что состав, активный компонент, 100% идентичен. Итак, разбираемся, в чем же все-таки отличия. А они есть. Итак, был заменен консервант на более щадящий, что немаловажно. Также флакон зеленый, это пластик полипропилен, был заменен на коричневый, экологичный, бэр. Итак, что касается крышки наших корней. В темном она теперь на 25% состоит из перерабатываемого пластика. Что касается запаха наших бальзамов, он может отличаться, но в зависимости от времени и места сбора сырья для выгонки масла. Итак, давайте подведем итог. Корень, отличия в составе не имеет, заменен консервант. Упаковка стала более экологичная. Теперь мы с вами знаем. Абсолютно. Абсолютно одинаковая текстура, состав, цвет. И хочу сказать, что запах также не отличается. А есть у нас еще и третий вариант формы. Он уже массажен в бальзам-концентраторе. Он отличается и текстурой, она более кремовая. И отличия есть в активных компонентах. Уже здесь мы можем с вами найти витамин Е, масло чайного дерева, подорожника, сладкого миндаля. То есть здесь состав отличается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok